Продолжение следует... Месяц спустя команды Голден Лиги снова выехали на полях Емельсдорфа. Кто-то хотел взять реванш за первый тур, кто-то повторить предыдущий успех. В любом случае равнодушных не было, и каждый боец был настроен исключительно на победу. Тузам выбыла честь стать первым соперником в новой истории команды ESC. Насхорн перешли под знамена мультигейминговой организации ESC IC Box, но смогли сохранить свой стиль ведения боя. В первом раунде они плотной группой пробегают по банану, на ходу без размена снося Red Dead. Тузы только начинают возвращаться с горы и не могут остановить разъяренных ESC. Без потерь они добивают танки противника и открывают счет в матче. Не менее успешно украинцы действуют и при игре от обороны. Во втором бою они эффектно принимают атаку Тузов по центральной площади. Основная группа танков ведет перестрелку рядом с бойницами, а Falcon заходит сбоку и ставит крест на надеждах ASOS. В третьем бою бывшие носороги атакуют ЖД. После позиционных качелей и размена снарядами команды оказываются в ситуации 3 в 3. Но великий белорусский рандом был явно не на стороне Тузов. Falcon и Sponjerov взрывают боюкладку 69-ки и без проблем оформляют захват базы и досрочную победу в матче. На кураже взяв и четвертый бой, ESC сбавляют обороты лишь в пятом раунде, подарив соперникам бой престижа. Итоговый результат 4-1. Казахстанские пуш на Химках в первом раунде одержали уверенную победу 4-0 и намеревались повторить успех в матче с MyRevenge. В первом бою они выстраивают оборонительные редуты в районе ЖД. Соперник же пользуется свободным пространством и начинает стягиваться на захват. Нойсену из трека было поручено поднять флаг, а остальным бойцам отстреливаться из-за угла и корпусами блокировать наступление пуш, которые явно не рассчитали время контратаки и проиграли бой. Далее казахстанцы действуют более слаженно, и это приносит свои плоды. Они принимают бой на третьей вертикали и отправляют в прорыв на базу соперника светляка Кондалфа, который и сравнивает счет в матче. В третьем бою команды собираются с силами и оставляют на табло ничейный результат. Четвертый раунд открывается восхождением на гору 5 танков мстящих и уничтожением светляка Т1. Осознав опасность ситуации, пуш начинает подтягиваться к вражеской базе, но как для стремительного броска, все происходит слишком пассивно и аккуратно. В соревновании по одновременному захвату MyRevenge оказываются на 5 секунд впереди. Ведя в счете, мстящие в последнем бою предпочли защитную тактику. Только Юрок бесстрашный Аркадий Джеде и сносит светляка. Именно это заставляет пуш отступить с горы и потерять драгоценное время. Они возвращаются на нулевую вертикаль, синхронно с танками на банане идут в атаку и даже выигрывают перестрелку. Но Раскалик из последних сил успевает сбить захват. Время на исходе, и победу празднует MyRevenge 2.1. NewStar пока еще блеклая тень самих себя в прошлом сезоне. Доказывать обратное, команда решила в сражении с Агейминг. Матч начался с позиционных перетяжек, затяжной перестрелкой под базой Агейминг и захватом от новых звезд. Далее скорости возросли. NewStar в пятером штурмует нулевую вертикаль, минусует Т1 и попадают за свет. Это позволило соперникам сгруппироваться и принять бой. Практически полным составом команды встречаются у подножья горы. Ньюзы ставят на захват светляков Т1, но в самый ответственный момент негатив не успевает прикрыть своих малышей и Агейминг сравнивают счет. К пятому бою команды подошли со счетом 2-2 и огромным желанием вырвать победу. Использование зеркальных сетапов предопределило ход боя. Все зависело от личного скилла и везения игроков. Сначала NewStar удачно фокусят Дэниела Блонда и ФК Динамо, но вскоре преимущество по очкам прочности переходит к противникам. Агейминг без размена выигрывает схватку между Исами около Центральной площади. Калента добивает Крота, а Интернешнл валит джиганчиком. В изумительном стиле изумительные минусуют последние вражеские танки и выигрывают напряженный матч со счетом 3-2. Коротко об остальных матчах восьмого тура. Казак приумножают антиуспех на карте Химмельсдорф, проиграв мозгам 0-5. Синергетики выигрывают у Рейдж 3-2. Зеос с таким же счетом переигрывают Нот. Роксы легко обыгрывают нижегородцев 4-1. А Нави в центральном матче восьмого тура обыгрывают ближайших конкурентов из Юнити 3-2. Подробнее в программе матч-тура во всех социальных сетях и на сайте vg.ru. Ко второй половине сезона Голден Лиги Нави подходит с отрывом в шесть очков от команды Юнити. На третьем месте пока что находится ESC. Но разница между командами, занимающими с третьего по двенадцатое место, всего по одному очку. И каждая победа может вывести их в лидеры. Делюкс и компания на сегодняшний день являются единоличными лидерами второго сезона Голден Лиги. Как и победитель конкурса прогнозов, который в одиночку оккупировал первое место. Лос Инехо со снайперской точностью назвал результаты пяти матчей восьмого тура и верно угадал исход еще одного поединка. Именно ему достается бонусная карточка от VGL. Если вы уже стали победителем нашего конкурса, не останавливайтесь на достигнутом. Оставляйте свои прогнозы перед началом каждого тура и становитесь многократными обладателями призов от VGL. Подробности в нашей группе ВКонтакте и на сайте VGLig.ru А в рубрику героя тура сегодня попали два танка советский тяж ИС-3 и малыш Т-1. Но размер танка не имеет значения, когда внутри него бесстрашный боец. Бернинг из команды во время матча против Зеос провел для всех танкистов настоящий мастер-класс по скрытым ходам на карте Химмельсдорф. И кто будет пытаться сразу же врываться на базу соперника? Смотри на Бернинг, а как они полюбили эту летницу? Как они полюбили этот выход? Это после вроде бы то ли Европы. Посмотрели. Мрик, он выезжает. Мы с тобой уже сколько раз об этом говорили. Ой-ой-ой-ой! Он выпал через звери! Да, да, вот это да! Вот это супер просто! Я такого еще не видел! Я даже не знал, что можно выпасть через дверь вот там. Он виртуозно отрывается от погони в депо и уходит через черный ход, о котором никто даже и не догадывался. Вот что значит хорошая подготовка к бою. Буратино из Синерджи преподал урок как нужно защищать свой дом. Он не побоялся броситься на танки соперника, посягнувшие на его собственность. Несколько раз Буратино сбивает захват, убивает светляка и с 35 хп остается живым. Герой тура отстоявший родной дом. Точно так же отстоял первое место в рейтинге дэмэдж-дилеров артистичный из Рокскиз. Ни шагу назад. Не сдают позиции бойцы Нави. В страйке Кириллойд все так же занимают две верхние строчки в списке лучших фраг-дилеров. И все так же без изменений в рейтинге самых эффективных разведчиков на вершине Бамблби благодаря восьминовым засветам в восьмом туре. Если твоя команда выигрывает матч а ты еще и становишься героем тура это действительно заслуживает оваций. Но если ты при этом еще и попадаешь в рубрику курьезы тура то огромный тебе респектище от всего мира танков. Герой тура Буратино из Синерджи видимо был так опьянен славой после обороны своей базы что немного не рассчитал силы в борьбе с советским тяжем противника. Добейте Хороший Не брезайся Что за привычка блин он же же весит миллион Да еб блин Действительно что за привычка совершить геройский поступок и тут же разбиться насмерть. Помните массовый суицид украинских казаков в шестом туре? Тогда парни одновременно сбросились со скалы. В восьмом туре ситуация повторилась. Может прыгай? Анастасия ввы ВДВ 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 ВОК, а я тебя спасу Хоть потренируемся, да? Хоть потренируемся, да? Ну да, ну надо нарисовать Ну что ж, вот такой вот «Казак» стайл показали парню в конце за ВДВ. Смотри, главное, какой скилл они показали в плане съезжения с горы, потому что я как раз пытался отсюда съехать и постоянно умирал на любом шлюзном танке. Похоже, бойцы команды «Казак» наконец-то нашли свой стиль ведения боем. В случае безвыходной ситуации бросаться с горы с криком за ВДВ. Вот так вот. Кто-то в Голден Лиге побеждает, а кто-то показывает скилл по прыжкам. Каждому свое. После длительного затишья игроки команд Голден Лиги снова вернулись на просторы интернета. Самые интересные комментарии, оценки матчей и новостей из соцсетей в рубрике «Пост сдал». То ли переход носорогов под знамена ESC так отразился на результате, то ли команда нащупала свою игру. Но парни очень довольны победой. Первая игра под новыми знаменами прошла крайне удачно. Соперник очень удивился этапом, в котором было много Т69. Это пошло нам на пользу, заставило откинуть все шаблоны и погрузиться в мир экспромтов. Моментальная атака по банану, кстати, наша фишка, которую готовили заранее. И вот соперник повержен. Столь необходимая мораль получена. Лига только в экваторе, поэтому впереди еще много важных игр. Удачная сделка по смене бренда. Тренировка тактик и небоязнь экспериментов. Вот рецепт победы от ESC. Команда «Зеос» решила проанализировать каждый бой с нодами. Особенно порадовала оценка одного из проигранных раундов. Анализ всех боев читайте в официальной группе команды ВКонтакте. Парни жгут напалмом в интернете, как и на полях сражений. Распект! А вот из официальной группы команды «Пуш» пришло не совсем радостное известие. ФКСД исключен из команды. Причина — неадекватность. Надеемся, что команда понимает, что делает. И от такого решения игра казахстанцев станет только лучшим. Первая половина пути по второму сезону «Голден Лиги» пройдена. Развязка уже близко. Но плотность очков турнирной таблицы настолько высока, что даже у аутсайдеров есть шансы попасть в лан-финал турнира. Следите за новыми выпусками программы «Апдейт» и онлайн-трансляциями матчей во всех социальных сетях и на сайте VGLig.ru. Встретимся после девятого тура, который пройдет на карте «Степи». И запомните, мало светляк, да дорог. Скоро увидимся. Пока! Смотрите в следующей программе. Смогут ли команды «Казак» и «Рейдж» сохранить прописку в «Голден Лиге»? Справятся ли «Нот» с грузом ответственности в центральном матче девятого тура? Последний во втором сезоне выезд команд на карту «Степи» сейчас или никогда. Субтитры создавал DimaTorzok